Всем привет! Это Apple Easy Work. Тут все просто. Сегодня мы проведем беспрецедентный эксперимент. Мы трансформируем наши программы в нечто новое. Мы превратим их в нечто иное. И теперь они станут виджетами. Виджет – это компактная программа-приложение, которая выполняет определенную одну функцию. Как правило, это уменьшенная версия стандартной программы. На технике Apple, а конкретно на iPad и iPhone, виджеты появились с 14-й версии операционной системы, то есть относительно недавно. Чтобы создать виджет на рабочем столе вашего телефона, нужно с усилием нажать на свободном месте рабочего стола, пока иконки не начнут дрожать. Разумеется, дрожат они от восторга и предвкушения. Здесь нам нужен плюсик. Плюсик находится в левом верхнем углу рабочего стола. Не успеете вы моргнуть и глазом, как перед вами появится меню виджетов. Не каждую программу можно превратить в виджет, а только определенную. Но со временем количество этих программ возрастет. Давайте выберем виджет программы «Напоминания» и определимся с внешним видом иконки виджета. Готово! Есть один крайне полезный виджет для владельцев безрамочного айфона, то есть это начиная от айфона 10 или выше. Насколько вы знаете, на экранах этих айфонов просто не помещается цифровой процент заряда батареи. А вот виджет под названием «Элементы питания» как раз отображает процент заряда батареи прямо на вашем рабочем столе и решает этот насущный вопрос. Два лучше, чем один. Верно? Верно. Только если это не штрафы за превышение скорости. Поэтому давайте медленно разгонимся и объединим два виджета в одном, просто перетащив один виджет на другой. Следующий этап напоминает скорость выстрела пушки, потому что в следующем этапе мы создадим смарт-стопки. Смарт-стопка – это предварительно созданный набор виджетов, который отображает нужный виджет в зависимости от таких факторов, как ваше местоположение, активность или время суток. Смарт-стопка автоматически перемещает виджеты, чтобы отображать наиболее актуальную информацию в течение дня. Активируем смарт-стопку из того же меню виджетов, которое мы вызывали ранее. В нашу смарт-стопку автоматически включаются такие программы, как календарь, напоминания, карты, музыка, фотографии и так далее. Очередность программ в смарт-стопке легко можно менять, если нажать с усилием на смарт-стопке и выбрать пункт «Изменить стопку». При этом в уже готовую смарт-стопку вы можете добавлять другие виджеты, тем самым расширяя ее и увеличивая. Есть еще одно место на вашем рабочем столе, куда могут проникнуть виджеты. Если на рабочем столе смахнуть пальцами до упора вправо, мы перейдем в серое окно, которое называется «Today View». Его можно перевести как «Сегодняшний вид» или «Посмотреть сегодняшний день», но лучше его не переводить. На самом сайте Apple данная часть рабочего стола переводится как «Представление сегодня». Заполнить пустоту и серость этого представления нам помогут виджеты. Нажимаем на еще более серую кнопочку «Изменить», далее «Настроить» и выбираем виджет. Обратите внимание, что здесь количество доступных виджетов намного больше, чем на рабочем столе. Друзья, подписывайтесь на канал Apple Easy Work и у вас будет все просто.